Всем привет! Перед началом видео я бы хотел напомнить, что у меня есть второй канал, на котором я занимаюсь созданием роликов на темы, никак не связанные с Фоллаутом. Если вам интересно то, что я делаю, то прошу пройти по ссылке в описании. А теперь перейдем к видео. Наступило время подкаста, дорогие друзья, тем более есть о чем поговорить. В это тревожное время суток у нас есть анонс 13 июня. Компания Microsoft проведет презентацию своих игр, а точнее игр их подразделения Xbox и второго их подразделения Bethesda. По всей видимости они решили не сильно это все сливать воедино и сделали как бы два ответвления друг от друга, что в принципе довольно таки логично, потому что у Bethesda была выстроена вообще вся работа и зачем это все ломать, чтобы пересобирать, непонятно. Но тем не менее презентация будет одна. В прошлом году обещали сделать две отдельные на E3, но в этом году сделали так, что будет одна полуторачасовая и на ней покажут игры и Xbox Game Studios, куда входит Obsidian, Playground и прочие-прочие крутые студии и вместе с этим Bethesda, куда входит Arkane, сама Bethesda, id Software, Tango и прочее-прочее. Что это будет? Давайте разбираться. Спасибо за ваши ядерлайки, комментарии, подписки, а также донаты и спонсорские подписки. Это действительно очень сильно помогает. Спасибо. И приятного просмотра. Начнем по пунктам. Bethesda. Что лично я хотел бы увидеть на Bethesda? Я думаю, ни для кого не будет секретом. Конечно же я хочу увидеть новый Fallout, но это очень-очень вряд ли. Все-таки компания сейчас занимается двумя крупными проектами, это Starfield и Elder Scrolls 6 и распыляться на еще одну большую игру, а мы бы хотели именно большую игру, не правда ли? Я думаю, у них нет сил. Конечно, с деньгами Microsoft и кучей студий параллельно работающих может быть показан какой-нибудь спин-офф, но опять же, маловероятно. Если вдруг какая-то часть команды все это время делала какие-то наработки по пятой части Fallout, то есть вероятность, что покажет какой-нибудь тизер. Это и поднимет в глазах игроков компанию Microsoft, типа мы купили Bethesda и вот он сразу Fallout. Но опять же, это маловероятно и хотим ли мы увидеть один тизер и игру, которая выйдет лет через пять? Мне кажется, нет, уж лучше дождаться момента, когда ее прям четко анонсируют и скажут, ребята, в следующем году, или там даже в этом году, это было бы лучше, на мой взгляд. Но хотя бы какая-то крупица информации была бы тоже полезна. По крайней мере, чтобы вышел Тодд Говард и сказал, ребята, Fallout делаем, он будет сингловый, все будет круто, не парьтесь. Но сначала космос и фэнтези. Кстати, о космосе. Starfield лично я очень сильно жду. Не знаю, как вы, но я обожаю космические игры, я, в принципе, люблю космос и, на мой взгляд, именно сейчас как никогда нужно показывать людям что-то про космос, про светлое будущее, где мы летим к другим звездам и колонизируем планеты. И, как мне кажется, в принципе, все уже наигрались в эти постапокалипсисы, и фэнтези уже маленько поднадоело. Прошел пик, когда мы посмотрели какую-нибудь игру престолов и прочую ерунду. Пора. Пора уже, я думаю, лететь к звездам. Вот Mass Effect новый анонсировали. Вроде как какую-то игру еще и Sega делает. Опять же Obsidian в Outer Worlds улетели. Мне кажется, что и Bethesda пора сделать свой Starfield и, наконец-то, выпустить его нам на экраны мониторов. Есть множество слухов и сливов о том, что Starfield выйдет уже в этом году. Дескать, Тодд Говард выйдет на сцену и скажет и покажет все про Starfield, а в конце появятся циферки, которые будут указывать на осень или там на праздничные каникулы. Ну, то есть holidays в Америке, это декабрь. Выход игры будет, дескать, там. Это довольно-таки приятные, на самом деле, слухи и хотелось бы, потому что иначе в этом году больше просто не во что поиграть. В конце года, конечно, выйдет Halo Infinite и я поиграл бы в него, безусловно. Но для людей типа меня хотелось бы какую-нибудь крутую RPG-шечку. Но также есть Джейсон Шрайер, который сказал, что, guys, что-то вы на самом деле тут несете и Starfield разрабатывать еще и разрабатывать. И максимум он выйдет в конце следующего года. Это, конечно, не очень приятная новость. Шрайер, в принципе, это главный инсайдер всей индустрии сейчас, конечно же, после Антона Логвинова. Но не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. К слову, по слухам, в Starfield сыграет Том Кукуруз, что довольно-таки забавно. По всей видимости, после Киану Ривза и Киберпанка в RPG-шки начнут звать актеров именно с их внешностью внутрь игры. Это было и до, безусловно, но с такой помпой, с которой CD Projekt'ы анонсировали однажды на мероприятии Xbox свой Киберпанк вместе с Киану. Это было, конечно же, круто и шумно. Что касается других игр-беседки. ТС-6 сразу нет, но, может быть, хотя бы что-нибудь покажут еще, по крайней мере, какой-нибудь подзаголовок или нечто подобное. Вольфенштейн 3 очень хотелось бы. Вольфенштейн 2 за New Colossus кончился на такой ноте, что сиквел очень сильно хотелось. С выходом Youngblood мы узнали много нового, и хотелось бы увидеть что-то между второй частью и Youngblood'ом, и продолжением Youngblood'а. Но именно сюжетное, сингловое, как мы любим. Кооперативный замес в Youngblood'е был веселый, но лично мне не очень понравился. Третий Doom. Я думаю, что для него еще рано, но может быть анонс. Игры Arkane. Deathloop выходит уже осенью, однако все это время Харви Смит, создатель Dishonored, чем-то там занимался. И, как мне кажется, вполне вероятно, что на этом E3 покажут новую игру. Не знаю, будет ли это Dishonored 3 или нечто совсем новое, но я бы хотел второе, потому что Dishonored'ов и так уже много, а что-то новое и свежее увидеть было бы круто. Что касается танка Game Wars, они создают сейчас Ghostwire Tokyo, но мне кажется, что этим проектом занимаются уже очень давно, и параллельно с ним что-то должны другое делать, потому что Ghostwire выглядит не как флагманская игра студии. Почему-то у меня складывается ощущение, что все это время за стенках студии разрабатывали параллельно еще и Evil Within 3, но будем посмотреть. В целом, хотелось бы каких-то сюрпризов. Все эти сиквелы и игры от проверенных разработчиков, это, конечно же, круто, но хотелось бы что-то действительно нового, новых IP, новых крупных IP, сюрпризов, но мне кажется, это маловероятно. Что касается Xbox и ее внутренних студий, Obsidian могут показать, что они там наделали с Avowed. Как минимум, есть слухи о трейлере, дескать, уже на этой E3 нам покажут геймплей и графику. Это клево, я бы хотел увидеть Avowed, мне нравится эта игра. Опять же, могу судить исключительно по тизеру, но все происходит в мире Pillars of Eternity, а тот мир мне, в принципе, довольно-таки зашел. Также могут анонсировать The Outer Worlds 2, но очень вряд ли, все-таки с выхода первой части прошло не так много времени. Но первая часть зашла так хорошо публике и заработала так много денег, что вторая часть заставить себя долго не должна. Grounded развивают и хорошо, пускай наконец-то ее выпустят и все будет замечательно. Кроме того, в Obsidian делают некие секретные проекты. Один Джордж Сойер, другой кто-то там еще, не помню кто. Надеюсь, что один из них это какой-нибудь Fallout, было бы круто, ну или нечто совсем новое. Также в Xbox работает компания InXile, которые разрабатывали Wasteland 2 и 3. Они мутят что-то секретное, по слухам, это стимпанк сеттинг, AAA First Person RPG, поэтому будет интересно увидеть хотя бы какой-то тизерок, но мне кажется, до ее выхода еще очень и очень далеко, как минимум еще года 3-4 ждать придется. Но очень круто, что этим людям доверили создавать целый крупнобюджетный блокбастер. Что касается других студий, то лично мне очень интересна новая Halo с последней презентацией, которую все обхаяли, прошло уже очень много времени. Мне она понравилась, даже в том виде, в котором была. Да, конечно же, графика там не шибко красочная, но лично мне, как фанату Halo, а в Halo никогда не было крутой графики, мне лично очень понравился геймплей, поэтому я посмотрел. Также очень хочу посмотреть на геймплей Perfect Dark, но мне кажется, что еще очень рано. В остальном, все выглядит довольно интересно, но я уже старенький и все мне не объять, да и незачем. Ходят слухи о неких пяти триплей-проектах для Xbox. Инсайдер Клабрилл это написал у себя где-то в блоге, и что это может быть непонятно. Это относится как к Bethesda, так и к самому Xbox. Надеюсь, что это будет чем-то крупным и интересным. В любом случае, все это выйдет не очень скоро, и если Starfield окажется на прилавках этой осенью, то я очень сильно удивлюсь, но и также очень сильно порадуюсь. Что касается модов, ребята, в целом довольно глухо и тихо. Все команды, за которыми мы следим, потихоньку пилят свои проекты. Не так давно вышел ролик с обзором вышедших модов по Fallout Miami и обновлениями по Fallout London. Оцените по всплывашке сверху экрана, если до сих пор не смотрели. Ну и больше даже не о чем рассказать. Новости, не касающиеся главной темы. Вышла в ранний доступ великолепная игра Graven от 1С. Это такой иммерсивный симулятор с ретро-стилистикой. Мне проект очень интересен, в одном из выпусков новостей я даже о нем рассказывал. Однако есть один нюанс. Игра в раннем доступе. Я терпеть не могу игры в раннем доступе, поэтому прямо сейчас играть я в нее точно не буду. Но если вам интересно, то обязательно зацените. Игра, на мой взгляд, выглядит довольно шикарно. Это такой Dark Messiah of Might and Magic, но со стилистикой и графикой конца 90-х. Лично в меня попадает на 100%. Ну и на этом, собственно, все. Следующий выпуск новостей, наверное, будет после презентации Microsoft и Bethesda. Я думаю, что мы это посмотрим в прямом эфире на моем канале. Следите за анонсами, обязательно размещу в сообществе. Проходить она будет в 8 вечера по Москве 13 июня. Я в блоге у себя написал, что июля это неправильно. На самом деле июня. И я думаю, что будет интересно. Ну и на этом все. В очередной раз хочу поблагодарить всех, кто лайкает, комментирует, подписывается, делится с друзьями, а также поддерживает меня финансово. Это очень сильно помогает. Ваши донаты и спонсорские подписки. Это прекрасно. А на этом все. Играйте в хорошие игры. Всем удачи. И пока.